Весь день наши сапкоры следили за тем, как проходят выборы в территориях. И вот что они сообщают из своих городов. В Каннске и Каннском районе 85 избирательных участков. 34 из них находятся в городе. Сегодня в 8 утра все они открыли свои двери. И вот пока все проходит в штатном режиме. По оценке очень многих политологов, предвыборная гонка в Каннске проходила достаточно напряженно. Но, по всей видимости, это никак не отразилось на желании людей прийти и проголосовать. Потому что мы наблюдаем, что люди приходят в хорошем расположении духа. И многие говорят, что даже мысли не было в этом году не пойти на выборы. Все будущее наше зависит в России от нашего голосования. Поэтому я пришла. На связи Крайний Север мы здесь тоже дежурим на избирательных участках. Второй день следим за тем, как проходят выборы в Норильске. И видим, в чем их специфика. К примеру, в нашем городе много командировочных и вахтовиков, которые не знают, где находятся их избирательные участки. Говорят, в территориальной комиссии раскрыты телефоны. Там в день отвечают на сотню звонков от приезжих и дают им адреса нужных участков для голосования. В целом, в Норильске выборы проходят примерно в той же динамике, что и по краю, и по России. Вчера голосовали очень оживленно. Сегодня активность снизилась. Все-таки выходной день. Но люди идут на участки. В Норильске к этому часу явка составляет 27,7%. В Вачинске на избирательных участках огромных очередей нет. Жители города приходят отдать свой голос в течение дня. Всего в городе открыто около 50 пунктов для голосования. В первый день выборов явка в Вачинске составила чуть более 13%. Сегодня же председатели избирательных участков отмечают также активный наплыв людей. Во время голосования соблюдаются все необходимые правила безопасности. Нарушений не выявлено. И несмотря на пасмурную погоду, люди все равно идут с хорошим настроением на выборы. Как вот приучились в детстве, ну с 18 лет всегда. Считаю, это своя ответственность. Как бы должно быть так. Почему сегодня пришел? Вчера как бы некогда было, а завтра на работе. Поэтому сегодня. В Несейске и Несейском районе к этому моменту уже успели проголосовать более 20% избирателей. Конечно, активнее всего на свои участки люди шли в первый день голосования. Больше всего проголосовавших в маленьком поселке Анциферово. Меньше всего в таких удаленных поселках, как Новоназимово и Новый городок. Вот за это время мы успели побывать на разных избирательных участках. И везде и сами избиратели, люди и общественные наблюдатели отмечают, что эта выборная кампания проходит без всяких эксцессов и нарушений. Мы находимся здесь второй день. Следим за выборами. Никаких нарушений за это время выявлено не было. Поэтому все проходит достаточно мирно и спокойно.